Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачи лидов Bitrix24 из любой необходимой системы по Webhook. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из любой системы, которая поддерживает отправку по Webhook. Для хранения и обработки данных в одном месте. Например, вы сможете получить нужные данные по Webhook и отправить их в Bitrix24 в виде лидов. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Webhook. Теперь необходимо указать действие, принять данные. На этом этапе необходимо подключить аккаунт Webhooks, который будет выступать источником данных. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных и перейдите в систему, которая поддерживает передачу данных по Webhooks. Для примера создадим еще одну связь в системе Apex Drive и в приеме данных сгенерируем данные по Webhooks. Ставьте скопированную ранее ссылку URL. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как сгенерировали и отправили тестовые данные по Webhook, продолжаем настройку связи с Bitrix24. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные, которые будут передаваться в Bitrix24. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Bitrix24. Теперь необходимо указать действия «Отправка лидов». На этом этапе необходимо подключить ваш Bitrix аккаунт к системе Apex Drive. Необходимо выбрать облачную или коробочную версию Bitrix и указать доменное имя портала Bitrix24. Для этого переходим в свой Bitrix24. Теперь необходимо установить приложение Apex Drive. Для этого слева в меню кликаем «Еще». «Market». Вводим в строке поиска Apex Drive. Кликаем «Посмотреть». «Установить». Ознакомливаемся с лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности. После чего ставим галочки напротив соответствующих пунктов и кликаем «Установить». Убеждаемся, что приложение Apex Drive успешно установлено в ваш Bitrix24. Копируем доменное имя. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Возвращаемся в систему Apex Drive и вставляем скопированное доменное имя. Теперь вам необходимо указать логин и пароль пользователя Bitrix с правами, которые нужны для работы с выбранной сущностью, в данном случае следами. Когда подключенный логин отобразился в списке активных аккаунтов, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо указать статус, в который будут попадать новые лиды, а также заполнить поля данных. Для того, чтобы добавить новую переменную, необходимо кликнуть в поле данных и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые переменные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Bitrix24». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в Bitrix24 успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Тестовую связь, которую мы использовали для подключения Webhook в приеме данных, можно удалить. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в пять минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи! Продолжение следует...